Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Недрюкова Людмила! АПЛОДИСМЕНТЫ Михаилец Анна Чубина Алена АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Определениями они уже пользуются. Клана, к вам иду. Какими привилегиями вы уже пользуетесь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Также получила эксплуатную достатку на один из заказов. А еще заказы на новинки следующего каталога. За две недели его работаю. Очень это рада. АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия, у вас уже стаж более... Более 18, но более 18 лет уже. Какими вы привилегиями? АПЛОДИСМЕНТЫ У нас есть также... Кто впервые сделал... Не очень удобно. Кто впервые у нас сделал, это у нас Людмила. Скажите, пожалуйста, вы сделали с группой свой статус? Или... Единорично. 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 А каждая цифра, можно еще и так? Слышали, она сказала... Ча, каждая, я випка дочерь. Ча, ката, лучше випка дочерь. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна у нас, как среди наших номинантов, имеет самый большой, наверное, статус. Виппанджо, 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 виппанджо. Посмотрите, как хорошо быть виппанджо. Ваши аплодисменты нашим номинантам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прежде чем я начну, хотела бы вам задать вот такой вопрос. Как быстро у вас получается продавать ваш продукт? Как быстро вы можете уговорить своего клиента купить у вас новый продукт? Быстро или не очень? То есть вот я так разговаривала очень с многими людьми. И они говорят, что в большинстве своем мы предлагаем продукт, но покупают у нас там, ну в лучшем случае там один-два человека из десяти. АПЛОДИСМЕНТЫ У кого так же? Может быть у кого-то пять из десяти? Или у вас прям десять из десяти все берут? Вот бегут прямо за нами. Бегут? А все потому, что мы пытаемся продать все и всем. Правильно? Вот здесь как раз у нас и кроются наши ошибки, почему у нас не получается продавать десять из десяти. Это прям идеальная ситуация, да? Вот восемь из десяти это вообще хорошо, а десять из десяти это будет идеально. И первая ошибка – требности и закрывайте возражения. Следующая у нас ошибка – когда у нас человек не купил, ты ему вроде как ничего не надо, но мы все равно говорим, давай я тебя зарегистрирую. Ну ты вот зарегистрируй, добавлю в чат, ты там посидишь у меня, погреешься, да? То есть посмотришь, а может быть что-нибудь купишь. У нас получается так. В шесть периодов походят, человек удаляется. Вроде у нас тут такая бурная деятельность, да? Мы тут структуру вроде нарастили, у нас там 200-300 человек, а покупают десять. А где все остальные? Вот они вот там сидят, в этой переписи. Поэтому если у нас с вами проработаны первые три бурта, вот этой ошибки у нас не будет. То есть у нас человек сам придет, сам найдет, увидит эту ценность этого продукта, он сам спросит, а можно ли покупать, например, со скидкой, да? Или вы когда приходите на встречу, вы можете ему сказать, а у нас сейчас еще есть скидки, а у нас еще есть персональные скидки для тех, кто зарегистрировался. Поэтому если у вас закрыты первые три ошибки, вот этой ошибки у вас не будет. Следующая ошибка, в любом случае, когда вы делаете продажи, вы должны сделать анализ. То есть провели 10-15 встреч, посчитали, сколько у вас купило. Если у вас вот из 10, например, купят 8, значит, вы делаете все правильно, у вас все хорошо, и вы работаете по той же схеме. Если вдруг вы понимаете, что вы провели 10 встреч, и у вас никто не купил, ну или в лучшем случае была одна продажа. Это как раз повод для того, чтобы что-то поменять. Это может быть как раз основа проанализировать свою целевую аудиторию. То есть для кого мы покупаем, почему у нас не получилась продажа, где тут, в чем была наша ошибка. Возможно, мы не поняли, да, то есть как раз не проанализировали нашу целевую аудиторию и не выявили ее потребности. После этого, соответственно, мы не смогли запретить возражение. Поэтому если у вас нет продаж 8 из 10, то есть и меняете обязательно свою стратегию поведения. То есть сейчас нужно действовать так. Придумал, сделал. Не получилось, изменил. То есть подумал, изменил, снова сделал. Вот в таком ключе вы сейчас должны работать. И обязательно делайте анализ. После каждой 10-15 встреч провели, делайте анализ. У нас сейчас мир очень сильно быстро меняется. У нас люди уже, скажем так, информации очень много, предложений очень много. И иногда просто людям надо как раз дать какой-то свой результат. Им, возможно, пришли с одним продуктом, а нужно будет какой-то другой. И поэтому анализируйте все свои действия. Очень полезно, например, иногда, когда вы только начинаете, вот это для новичков, когда вы только начинаете продажи, какие-то продажи записывайте, например, на аудио, на лифтопон. Либо если это у вас какой-то онлайн идет диалог с человеком, то запишите видео. Для вас это потом будет очень полезно, пересмотреть, что у вас получилось, что у вас не получилось. То есть в какой момент человек у вас закрылся, и он вам отказал. Где вы не доработали, где вы его не дожали, где вы с ним не проработали. И, конечно же, еще одна такая, ну, достаточно серьезная ошибка, когда вот у меня есть такие лидеры, которые мне говорят, я все знаю, ничего не надо. Есть такие у вас? Есть, да? Знакомая ситуация. И да, у них что-то там получается, не спорю, но очень медленно и очень коряренько. Поэтому в любом случае, когда вы приходите в бизнес, особенно вот только-только, либо, может быть, может быть, вы уже давно в бизнесе, но в силу того, что у нас сейчас время очень быстро меняется, в любом случае нужно приходить к тому, кто уже прошел какой-то путь, кто уже знает, у кого есть уже определенный результат, есть определенный навык. Обязательно. В первую очередь, это наставник. Если ваш наставник тоже такой же молодой и зеленый, как-то, ну, то, что называется, пришел в компанию только вчера, да, и сразу же тут вас зарегистрировал, и он пока не может вам ничего предложить, идите выше, идите к его наставнику, еще более вышестоящему. Как правило, вышестоящий наставник, если он сделал определенный статус, значит, он сделал это на определенных инструментах. Он знает, как это сделать. И очень важно работать именно в паре с наставником. Наставник вам говорит, вы делаете. Единственное, конечно, еще вот для наставников, я бы хотела сделать такой акцент. У нас, как у наставников, есть тоже определенные методы, которыми мы любим работать, которые у нас хорошо получаются, и мы считаем, что вот мы сейчас это расскажем нашим новичкам, и они тоже это сделают, и они вот нас тут скопируют, да, и у них все получится, они пойдут дальше. Нет, это тоже такая распространенная ошибка и заглушнение наставников, что наши новички могут нас дублицировать. Не все. Есть методы, которые будут хорошо работать у одного, но не будут работать совершенно у другого. Поэтому у наставника должно быть, ну, минимум несколько средств, как достичь результата. То есть несколько способов, как провести встречу, как ее назначить. Потому что у кого-то может быть хорошо онлайн получается, у кого-то оффлайн получается. И поэтому наставник тоже должен быть гибкий. Он должен свою систему корректировать под каждого своего новичка. Поэтому я вам желаю быть хорошим наставником. Работайте со своими новичками, потому что действительно мы думаем, когда люди приходят, что они тут у нас уже все знают. Но на самом деле, мы просто уже забыли этот путь. Это вот как вырастить ребенка, да? Вот он пошел там в детский сад, делает первые шаги, начинает говорить. Ну, почему он так плохо, да, говорит-то, блин, мы тут уже умеем же все это. Элементарные какие-то вещи он не понимает и не может. Так и у нас новички в нашем бизнесе. Они тоже не понимают очень многого. Поэтому с ними очень важно работать. И я вам желаю быть хорошим, отличным просто наставником. И не совершать ошибки, по крайней мере, не работать с вашими людьми. Обязательно работайте. А новичкам, вот, заложите, что нужно быть вместе. Вместе этот бизнес двигает быстрее и легче. Спасибо. Благодарим, Надежда. Уже не просто там, а уже с созваниями, с новыми. У вас наверняка есть ключи к такому успеху. И я сейчас подойду. Поделитесь. Татьяна, иду к вам. Да. Поделитесь, пожалуйста, своими ключиками к успеху. Ближний микрофон. Да. Ну, конечно же, когда у тебя есть товар, когда и успех будет за горами. Когда мы вместе делаем товарооборот, то и квалификация у нас будет. Ну, как мы работаем? Дружим. Помогаю. Какие вопросы есть, отвечаем. Чем быстрее человек получит ответ, тем быстрее у него будет результат. то есть ключик – это команда, правильно? И общение с командой. Спасибо. Оля, иду к вам. Поделитесь вы своим. Мой ключик. Там на меня можно посмотреть. Ну, да, наверное, команда – это ключевое. Так как мы строим бизнес все-таки сетевой, команда считаем основное. Спасибо. Спасибо. И Виктория еще хотела спросить. Виктория у нас стремительно растет тоже по карьерной лестнице. Поделитесь своими ключиками. Это ключик готов. И его финансово ранним упор на хронах и команда. Ушаврусове, лихо мы били. Благодарим аплодисменты. А вообще, как ты делаешь любимое дело, то у тебя неизменно будет успех. Согласны? Да. Провожаем наших номинантных аплодисментов. Все? Все? Далее. Единственные подарочки у вас – чудесная тушь. 35. Спасибо. Спасибо. Это знак. Оооо. 36. Это как улыбка. Это еще раз. Деньги, когда я сегодня выигрываю. Спасибо. 43. 45, куда да? 43, куда да? И 20. Последний, последний номер. Вы что, номер 8? 25. 25, куда да? Все, спасибо. И бизнес рос, и семья в это подключалась. Пожалуйста, Ольга. Спасибо. Вы знаете, работая в найме, я никогда не подразумевала, что мне придется развивать бизнес. А судьба так самой расположила, жизнь так сложилась, что в сентябре 2016 года у меня случился несчастный случай. Травма, производственная травма у мужа и перелом позвоночника, двух позвоночников. При моей стабильной зарплате я реально понимала, что мне не хватит денежных средств на реабилитацию, на лечение, на восстановление. И в это время, в это время я знакомлюсь с Денос-терапией. Как раз Денос вошел в нашу компанию, Фаберли, и очень так зашла мне денежная терапия. Когда я пришла к зав. отделению, спрашиваю у доктора, что мне делать, поможет ли мне. Доктор сказал, пробуй. В это время, в мае 2017 года я принимаю решение открыть пункт выдачи. Конечно, мне в этом помог мой наставник, Ричкалова Галина. Мы открывали офис, входы ее попечительством, скажем. Она в меня поверила, и мы открыли офис. Шло лечение. Через 10 месяцев состоялась медикоэкспертная экспертиза. Муж мой здоров. Помог Денос. Могла. То есть на работу его не выписали. А муж мой такой дейтеный. Я думаю, а почему бы ему не предложить быть оператором на пульте выдачи? И он согласился. Продолжаем лечение. Через 3 месяца выписывают. Здоров. С двумя телефонами. Я, конечно, очень обрадовалась. Но в то же время задумывалась. А как же мой пункт выдачи? И у меня есть дочка. 14 лет. Вот такая юная крошка сказала. Мама, я могу. А я-то мама. И да мог еще вторую по образованию. Думаю, 9 класс. Как она будет все успевать? Благо, что школа рядом. 9 класс. Подготовка к ОГЭ. Выпускные экзамены. Поступления. Так как она сказала, что я в 11 класс не пойду. До 2 часов она училась. В 2 часа она приходила на пункт выдачи. Общалась с консультантами. Общалась с клиентами. А в 5 часов, когда приезжала мама в 17-15, она бежала к репетиторам. Мы закончили 9 класс. Отлично. Мы находились не в флешмобе, потому что мы открывали пункт выдачи рядом с таким знаковым пунктом выдачи, где развитие было уже давно. Мы не боялись трудностей. Мы выходили на флешмобы, устраивали мастер-классы, проводили мероприятия в команде. И дочка Евгения, она очень креативный человек. Она мотиватор. Она говорит, а почему бы нам не провести день открытых дверей? И мы проводим день открытых дверей. Первая встреча — 40 человек. Это не только наши консультанты и наши клиенты. Это те люди, которые обслуживались на нашем пункте выдачи. Потом у нас был очень хороший рост. Мы начали строить коллаборации. Коллаборации со стилистами. Со стилистами города. Известный даже вот стилист, она обучалась в школе Юташкина. Затем мы провели большую коллаборацию, когда вошли в молекулярные БАДы. Мы провели с докторами ОКБ-1. И, кстати, все красивые помещения искала она. Она настолько креативный человек, ей надо, чтобы красиво было все. Все по полочкам, все четко. Ну и, конечно, мы росли. Поступило приглашение в город Челябинск. И мы поехали со своей командой и участвовали у Светланы Олега Заварухины в большом конкурсе. Мы представляли команду. Вот, кстати, вот эта фотография. Мы не боялись трудностей. Мы не боялись, что мы ничего не знаем. Мы не боялись, что это далеко. Мы сели и поехали. Также традициями у нас уже сейчас в команде стали встречи с командой. Это может быть и Новый год. Это может быть и выезд в парк какой-то. Сначала флешмобим, а затем отдыхаем. Это фотографии с мероприятий, которые мы организовывали в дальнейшем уже. И участвуем не только, но участвуем в лидерских конференциях обязательно. И большой, конечно, мотивацией для меня был 2018 год, в сентябре, когда мне предложила наставник поехать в наш международный форум в Москве. И, конечно, был большой толчок. Когда я увидела топ-лидеров компании, Полину Шарапову, Наталью Жук, Светлану и Олега Заварухина, конечно, мне пересчутнуло в голове. Это безопасный бизнес. Когда люди растут, и мы видим их доход, конечно, это меня очень смотивировало. Я поставила себе цель открыть и закрыть директора. Я закрыла и открыла директора. На первый форум мы поехали. Я дочка и мой лидер. Конечно, были очень амбициозные планы, и мы, конечно, выполнили. Это фотографии, когда был юбилей у компании. Здесь уже дочка повзрослела. Но когда мы закончили техникум, мы уже открыли, когда исполнилось 18 лет, мы уже агентский пункт переоформили на имя Евгения. Это путешествие из Москвы. И вы знаете, когда я пришла в Фаберлик и познакомилась с Денос, я познакомилась с очень удивительным человеком. Это Юлия Шарипова. Я хочу ее пригласить на сцену и хочу задать очень интересный вопрос. У нас очень, очень нас сближает такая тема. Семейный бизнес. Юль, скажи, пожалуйста, как тебе удается маме четверых деток причем один крайний ребенок до года совмещать бизнес, работать с командой, еще работать на пути выдачи. Расскажи, пожалуйста. Здравствуйте. Еще раз. Может, сначала начнем? Просто как? Да. Вообще, почему я выгодила сетевой, я врач по образованию. Ну, как бы с самого начала начну, что предыстория. Врач по образованию работала в санатории, дежурила как-то даже 11 ночей и получила, знаете, 22 тысячи всего за плату. А видела, что кто-то вот проще должности, и 40 получат, и говорит, не хватает. И тогда вот попала на этот тренинг и сказали, что вот единственный выход, где можно много зарабатывать, неограничный рост у тебя, это только сетевой. И тогда решила рассмотреть вообще сетевой бизнес, уйти с какой-то, с найма, да, правда оставалась дежурить еще 5-6 раз в месяц и работать все-таки, посвятить себя сетевому. И благодаря сетевому у меня пошли вот уже доходы. Я смогла купить и квартиру и путешествовать смогла за границу. Старшая дочь родилась, когда я еще была в институте училась. А потом, как бы, пришла пора снова рожать. И в том офисе, да, дождалась, что вот у меня мама выйдет на пенсию, точнее даже мама вышла на пенсию, хотя могла еще работать, продолжать бухгалтера. Но она говорит, как же бросать офис-то. В итоге я родила в 13-м году, потом еще в 15-м году. И тогда вот помогала, конечно, мне мама. Я была на телефоне, на связи постоянно. Тогда еще не было таких мессенджеров, мессенджеров, ватсапов, да, вайдеров, чтобы с клиентами общаться. Ну вот, дети, когда подрастали где-то до полугода, я уже могла выходить, ну и сама. Потому что с людьми, людям важно передавать свою энергетику, с ними общаться, отвечать на вопросы. Как-то поддерживать команду свою нужно все-таки личным общением. Дальше детки подрастали. И тут думаем, почему бы в 42 снова не родить? Это не то, что вот так прям вот, ну, это запланировано получилось. Думаю, хорошо, родила в 42. Сейчас уже, слава богу, старший 20 лет тоже помогает. Помогает очень то, что ведем в соцсети, оповещения, вот вайберы, группы. Это очень сильно помогает. В офис, конечно, стараюсь сама выходить уже хоть на 3-4 часа, но с группой надо общаться. Также вот надо продолжать делиться энергетикой своей. Помощь где-то, да, моя нужна. Ну, чаще всего, все равно все на человеке завязано, понимаете? Ну, как бы, люди... А когда именно ты? Ты скажи, вот, мы знаем, что вот будут там в офисе, но ты когда именно вот хочется с тобой? Я говорю, ну ладно, я вот какие-то предупреждаю и вот стараются как бы приходить в мое время. Ну, я считаю, что если бы я в найме работала, я бы, наверное, не рискнула 4 детей родить, потому что, во-первых, ходить беременной до 30 недель это очень нервотрепка. А то, что нервотрепка, это сказывается на состоянии плода, да, и то, что дети будут там нервными и больными, возможно, да. Ну, чаще болеть, потому что мама нервничает. В больничной отпрашиваться, вот это тоже... Я вот с первой, кстати, пережила. На больничную ходишь, на тебя уже как косо на работе глядят, кто-то их пациентов будет везти. Ну, вот, я говорю, что я виновата, да, к примеру. И вот мне понравилось такое отношение, думаю, лучше я буду сама на себя работать, сам себе хозяин, хозяин сам своей судьбы, у тебя твой доход не ограничен тарифной сеткой, да, которую вот тебе только платят. И сам отпуск к себе еще. Сам себе отпуск устанавливаешь. Ну, как бы, и семья это видит, и, естественно, поддерживает. Классно. Спасибо. Классно. Как приятно осознавать, и мы с Юлией осознаем, что наш бизнес можно передавать по наследствам. А вы слышите такое? Когда вы на бизнес-встречах, рассказываете о бизнесе, а вам говорят, мне некогда, у меня дети. Часто вам такое говорят? Да. А мы вам говорим с Юлей, мы делаем, будем это дело вести, потому что у нас дети. Спасибо. Спасибо большое за такой рассказ. Спасибо большое за такой рассказ. Это действительно очень часто такое бывает. Так у меня же ребенок. Мне же некогда. Это даже если один ребенок. Девочки. Четыре. Ребенка, и она ведет бизнес, успевает все. Офис, структура, дети. Нет препятствий. Они настолько в голове. Поэтому, у кого один ребенок, это вообще не повод, отказываться в бизнесе. А если у вас больше, там еще компания, деньги будут платить, ну и бизнес, конечно, будет строиться вместе с семьей. Просто вот аплодисменты, девочки. Добраун сделал, да? И вот наши номинанты, они у нас уже такие яркие, активные, целеустремленные. И это лидеры, которые раскрыли свой потенциал, как сильные управленцы. И мы приглашаем на сцену кандидатов в директора Жижина Виктория, Гусельникова Татьяна. Аплодисменты. И цветы. И красивая фото на память. Ну и мы не отпустим наших кандидатов, пока они не поделятся своими ключами к успеху. Поделитесь, пожалуйста, с нами. Но ключи к успеху, они где-то может быть стандартные, где-то может быть для каждого где-то свое. У меня это обучение. Кто меня знает, тот знает, что все обучения Виктория, Саша, и со мной еще моя команда. И, конечно же, если я что-то изучила, что-то, я новенького узнала, я обязательно передаю своей команде. И это работа с наставниками, работа с вышестоящими моими знакомыми, директорами, которых я тоже много учусь, много перенимаю и много внедряю вот то, что для моей команды я просто это все внедряю своим девочкам. получил, получил, и вибраю. Татьяна, и ваши ключи к успеху. Ключи к успеху это, конечно же, команда. Как говорится, один в поле не воин. Когда есть команда, то и цели достигать гораздо легче. Ну и, конечно, когда ты, как я сказала, что учиться, учиться, учиться. Но некоторые как делают? Учиться, учиться, а обратно не отдавать. То есть, это просто информационный шум получается. А вот когда ты учишься и передаешь, отдаешь, и начинаешь это, может быть, облегчать свою структуру, свою команду, вот здесь уже появляется ключ к успеху. Спасибо. Проводим наши номинанты аплодисментами. Ну и помните, что это своего рода такой аванс. И мы ждем вас уже на следующей конференции с закрытым званием директора. А может уже с открытым званием старшего директора. Спасибо. 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 Спасибо.